Праздник закончился, а мусор остался. В последние дни местные власти только и делали, что готовились к проведению Дня города. При этом некоторые давние вопросы благоустройства Запорожья так и остались без внимания. В объектив нашей видеокамеры сегодня попала несанкционированная свалка в районе Бульвара Гвардейского, а также другие объекты, которые так и просят наведения порядка. За комментарием наши журналисты обратились к руководителям Аджиникидзовской администрации. Об этом в нашем следующем материале. Горы бытовых отходов и строительного мусора – это Бульвар Гвардейский, практически центр города. То, что в районе бывшей воинской части возникла несанкционированная свалка, давно знают и запорожцы, и руководители города. В Аджиникидзовской администрации оправдываются, нерадивых жителей даже пытались припугнуть штрафом в тысячу гривен. Однако охота на нарушителей административного кодекса пока успехом не увенчалась. Более того, оказалось опасным делом. Один раз наш председатель квартального комитета задержал автомобиль, грузовик, который оттуда складировал мусор. Но этот водитель негодяй, другими словами назовешь, чуть не убил своим транспортом председателя квартального комитета и скрылся с места. Вообще, Аджиникидзовская администрация не обязана вывозить мусор с этой территории. Ведь бывшая воинская часть все еще находится на балансе Министерства обороны, настаивает Виктор Хоцкий. Если взять нынешнее законодательство действующее, то собственник обязан ухаживать за той территорией, которая есть, и прилегающей территорией. Земля чья? Земля у нас городская. А строение Министерства обороны. И все же, как говорит Виктор Хоцкий, районная администрация решила протянуть руку помощи Министерству обороны и уже занялась вывозом мусора с бульвара Гвардейского. Потихоньку, понемногу территорию приведем в порядок, в конце концов заверяет зампредседателя Аджиникидзовской администрации. Гораздо больше чиновник был удивлен тем, что Запорожцы недовольны еще одним городским объектом – парком в районе площади фестивальной. Мол, лавочки красим, деревья обрезаем. А то, что плитки тротуара разбиты или освещения нет, так это снова-таки забота собственников. Напомним, участок земли в районе бульвара Центрального 3 в аренду взяла некая компания «Созидатель» по строительству многофункционального центра. Есть обязательства в этой компании. Они там часть работ выполняют, они часть делают. Но так как мы, эта территория, она же не отдана по строительный майданчик. Мы попросили, чтобы она была максимально сохранена для удобства горожан. В целом, Виктор Хуцкий назвал состояние парка в районе бульвара Центрального удовлетворительным. Однако пообещал еще раз пересмотреть в договоре перечень обязательств арендаторов. Назвать сразу срок договора аренды и дату, когда участок перешел в пользование частной компании, запорожский чиновник не смог. Продолжение следует...